Во имя Отца и Сына и Святаго Духа. Евангелие от Иоанна, 1 глава, 1 стих. Вначале было Слово, и Слово было у Бога, и Слово было Бог. Оно было вначале у Бога, все через Него начало быть, и без Него ничто не начало быть, что начало быть. Днем была жизнь, и жизнь была свет человеков, и свет во тьме светит, и тьма не объяла его. Был человек, посланный от Бога, имя ему Иоанн. Он пришел для свидетельства, чтобы свидетельствовать о свете. Милостью Божией, мы живем в такое время, что у нас все священное писание есть, и мы свободно собираемся. Мы получаем известие, вот к нам из журнала приходят, в середине Африки, Нигеры, государство. Сколько христиан, пачками просто, 50-70 человек казнят, выжигают. Вы помните об этом? Вот сейчас мы прочитали это место. Вначале было Слово, Слово было у Бога, Слово было Бог. Вообще ничего не понятно. Ян Златус объясняет так, как не слушать, как бы солнце сейчас сошло, по улицам катилось, а мы бы вышли смотреть. Это объяснение такое. Объяснения вообще нет. Почему? Потому что это не вмещается в разум человеческий. Поэтому нам думать здесь совершенно не надо. Потому что любая мысль, она уводит в ересь. А как так? Бог Отец, Бог Сын. Так все, у вас сколько богов. Никак, Святая Троица, равная, безначальная, не слиянная, не раздельная. Все. Как Святые остановили, вот так мы должны научиться говорить. Ничего никому не доказывать и по этим стихам. Я искал много разных ответов, где и нашел у Виссариона. Такой епископ был. Когда он дальше начинает говорить, первая глава бытия об этом. И Дух Божий носился над водою. А как это? Он говорит, бывает сложное сооружение. И какой-то архитектор, он думает, как руки заложат назад, приходит и думает, да, я здесь вот поставлю колонну, здесь у меня будет то. Вот примерно можем думать так, что Дух Божий подготавливался к тому, что должно быть. Говорится, носился над водою. Все известно. А вода-то когда была? Правая вода-то, когда взялась-то? Он ее не творил? Творил. Библию умалчивает. А когда она была? Не знаем. Когда война произошла на небе? Тоже мы не знаем. Мы должны так и сказать. Вот такое местописание об этом говорит. Что оно было. А когда было? Причина говорится, а здесь причин никаких нет. Сколько имен у Христа? Считается около 500. Во всей Библии. А какое? Где? Он пастырь добрый, пастырь с большой буквы. В другом месте написано дверь обцам. И он дверь, и одновременно пастырь. Да. И дальше он перечисляет виноградная лоза. А вы ветви. Это все его название. А здесь слово. Слово это породило столько разных ересей. Я знаю очень известных людей. Известные на весь мир. Как Лев Толстой. И он это слово перевел. Говорится, как оно есть. Но перевод разный. Разум, слово. А он говорит, разум. А теперь разум какой разум? У какого народа разум? А слово это слово глаз. Вот и сказал Господь, да будет свет. А кому он сказал? Когда никого не было, вселенной нету. Это говорит о том, что все строится словом. Григорий Низкий, это я напоминаю, что брат Василий Велик. Он говорит, слово Божие, которое мы произносим, оно имеет силу воплощаться. Вот нужно научиться категориями священного писания. Как я не знаю. Но написано так, сгорит земля, и все на ней. Петр знал рыбак. Да он и не видел таких пожаров. Не видел, но сказал. Церковь приняла это в канон, и мы это повторяем. Как бы хорошо мы не обустраивались, на себе, рядом, далеко, в банке, все сгорит, написано, и земля, и все на ней, все. Ничего не будет. И видел только ангела, летящего по небу, который нес вечное Евангелие. Вот мы должны научиться мыслить категориями священного писания. Тогда мы никогда не будем посрамлены. Нам сегодня Господь хочет что-то сказать. Его имена такие. Вот это имя, логос, по-гречески, слово. А мы понимаем это или нет? Мы-то ведь христиане, и мы православные. И у нас святые отцы, а спроси, какие? Блаженна Феофилах, там, помним где-то. А почему мы никогда не слышим, какие речи не считаются здесь? Семен Богослов, Исаак Сириянин. Почему их не читать? Никогда. Никогда. Блаженного Иеронима нигде нету. Я был в Жорданбире, в Америке, и спросил, а у вас есть его книги? Есть. Но на руки не даем. Но я почитать буду. И читать не даем. Он святой. Ну и спрашивается, почему. Такой был епископ Брюссельский. И он открыл мне эту тайну. Он говорит, Феофан Затворник знал несколько языков, и особенно хорошо греческий. И он начал их переводить. Остановился и говорит, мы всю пасту потеряем. Переводить нельзя. Почему? У него так высоко поднята эта планка. Вот такой христианин, но причащается достойно, а остальное недостойно. Это дух святой, когда заговорил, и руки опустились. Он начал переводить и бросил. Вот здесь особенно грамотный сегодня есть такой Иларион Алфеев. Он тоже взялся за это дело. Один раз, там, какую-то половину или меньше проповеди, и дальше опять. Он музыкант, композитор, все. Фильмы такие ставит. Но умница, просто не скажешь какой. Коснулся это и сразу попятился. Потому что, когда мы видим небо во всей его красоте, на солнце смотреть не можем. Мы ослепим, говорит Златоуст. И когда говорится слово, мы должны сказать, какое слово? Слово соборное. Так, 2085 глава апостольская. Правила апостолов. Перечисляются книги священного писания, какие церковь утвердила. А почему там нет такой-то еноха книги? Нету. А почему дедахи нету? Священники говорят, она такая же, как Евангелие. Они могут говорить, но этого нету. Вы знаете, какой процент верующих? Говорят, у нас в стране чуть ли не 80 с лишним процентов, которые христиане. Не знаю, как этот процент. Вот когда мы вели занятия в политиктическом университете, а там есть одна преподаватель, мы познакомились с ней, и она стала прихожанкой Покровского собора, уверовала, и она провела опрос студентов. 3000 человек из 100 групп, и она брала, мне кажется, 5 лет данные. И оказалось, что на 300, кто называет себя христианами, один ходит в церковь, исповедователь, один на 300, 0,3 процента. Вот и все. Все эти тысячи. Так это не у нас только, и она в других религиях такое же. Но нам туда не надо смотреть. Если мы не берем это слово, мы никто. Я недавно нашел проповедь, и, видимо, так уж Господь это сделал, кто-то сохранил. Когда патриарх Кирилл был еще митрополитом Смоленским-Калининградским, и говорит проповедь о миссионерстве. Вот никогда не поверишь. Но он говорит, я вижу, он говорит, миссия – это движение. Как прекрасны ноги благовествующих мир, благовествующих благое. И на горах они возмещают. И он говорит, ну где работаете там как-то, ну в колхозе. Ну договоритесь с бригадиром, когда отдыхаете. Позвольте, я вам скажу. Какая-то, где-то работает там один кабинетный работник. И с ними поговорили. И скажи, такой-то день я приду, буду говорить. Почему не заботимся? У нас же все пустует. Когда он проехал до Владивостока и возвращался обратно, то спрашивает его, как состояние церкви? Он говорит, разруха. Больше ничего не сказал. Причина та, что мы молчим. Слово не выходит от нас. Господь прощается. Ну, я всегда делаю сравнение. Такое. Родители, когда уезжают, а у него скотина есть, он наказывает. Не забывай поить. Подать там что-то где-то. Вот это самое главное. Накормить. А если я не приеду 10 дней, скотина не будет. И Господь, прощаясь с священниками, говорит, идите по всему миру и проповедуйте Евангелие всей твари. Не гляди, что он такой-то, там, коммунист или другой. Ты еще не знаешь, кто обратится. Обращаются люди совершенно неожиданные. Я имею в этом громадный просто опыт. Каждый день новые люди приходят в интернете. А мы вот вас смотрели и коснулось стихотворение. Или один куплет только. Я целый день хожу и пою его. Передо мной такая открылась картина. Это Бог делает. Моего там ничего нет. Поэтому, чтобы оценить, что такое слово, сдвинься с места. Не ссылайся ни на болезни, ни на ноги больные. У меня тоже они нездоровые. Немножко хотя бы. У нас есть визитки. Маленькая такая вот. Говорится, что у нас, какое богатство в интернете. Дайте. Вот я пошел. Каждое утро мы ходим к большому мосту здесь. И под ним молимся, чтобы Бог сохранил этот мост. И которые злодеи думают, что-то делать. Если уж на Кремле ракеты летают. Что будет дальше? От задержать этих людей, чтобы они не приблизились к этому мосту. Какая красота. Сколько людей обречили свой труд. Я каждый день это вижу. Мы помолимся с сестрой Любовью Николаевной. И возвращаемся. Каждый день ходим туда, молимся и возвращаемся. Идут юноши. Пять человек. Остановил их. А там теперь много, несколько барж, теплоходов, катера, которые возят людей экскурсии где-то. И они, видимо, за этим. С каждым, надо что, коротко сказать. Это о Христе говорится. Мы религию не проповедуем. Здесь все. Да. И сразу спрашивают. А какая это цель? Цель одна. Прославить Бога. А для чего Бог мир сотворил? Прославить Бога. Прославить другого. Ты научись. Фразами этими говорили. Все в нем. От него, им и к нему. И вот это слово, которое мы должны понести, я хочу, чтобы вы услышали сегодня из Священного Писания. Я, конечно, тоскую очень о таких священниках, которые будут говорить точно по Евангелию. Есть очень знаменитые сейчас в России. Но они разные темы берут такие. Ну, не остановишь он. Он обернулся, увидел, какая идет торговля. Люди приходят, уходят. Он поет, как соловей. Замечательно. Ну, хоть Библию стали брать в руки. Но ты обернись. Ты кому говоришь-то? Посмотри, люди-то как себя ведут. Они ничего не знают, разговаривают, торгуют. У нас ничего этого нет. Ничего нет. А люди уходят. Я этих людей иногда встречаю. Что вы теперь там имеете? Перешли к таким-то. Ничего нет. Совершенно ничего нет. Ну, зато я отстояла, пришла. Отстоять это не все. Златоуст говорит, если ты ничему не научился, напрасно топтал дворы Божьи. Вот о себе возьмите. И ты скажи, сегодня мы читали Евангелие от Иоанна. Сложная такая первая глава. Ее нельзя растолковать. Но только это имя говорит, кто он. Вдруг журналисты подхватили. Мы печатали, написали. Вначале было слово. То есть сначала Бог избрал журналистов. Ну, люди шутят над этим. А ты скажи, он слово. Да соделает то, чтобы мы превратились в живое слово. Где бы ни были сказать о Христе, о Его любви, о Его пришествии, о Его муках, какие Он принял. Я недавно прочитал свою проповедь. Говорил, наверное, в Потеряевке ее. О блудном сыне. Не знаю, сказал бы так сегодня или нет. Открыл на сегодняшний день Господь как. И он устроился на работу. У него, видимо, книжка была трудовая. Все записали. Ухаживаешь за свиньями. Ну, это понятно. Ну, дальше-то что было? Когда он пришел, что? Обувь ему новую. Все. А говорится, одежда. Это я все остальное. Он потерял возможность. Кому? Свиньями свидетельствовать. А вот где ты был и вернулся, кому сказал. У нас есть такие люди, которые, где бы они ни были, они обязательно засвидетельствуют. На остановке стоял. Ну, был. Был. Что, я раздавал. У нас есть маленькие брошюрки. Мы дали адрес, когда надо прийти. Рассказал о Боге. Ты почувствуешь, какая у тебя радость будет. И ты не будешь верить, что где-то кто-то говорил, а когда встречаешься, а он никогда и не говорил. Итак, мы сейчас прочитаем несколько мест. Я смотрел ухо. Сколько раз встречается в Библии? Слух. Я говорю, ухо. Нет чего? Того-то. А, Е, И. Я по падежам выбираю эти слова. Поисковик разрешает это делать. Потом, что такое слушать. Да, дальше. Ну, все это. И оказалось, что с неканадистскими книгами легко запомнить. Встречается 2222 раза. Так у меня никогда не было еще. Пересчет показывает. 2422. Что они означают, не знаю. Я просто говорю, легко запомнить. Где говорится о том, чтобы мы слух хорошо одержали. Мне говорят, вот как вам плохо, вы не слышите. Я говорю, наоборот. Я ни с кем не разговариваю, иду, когда я никого не вижу. Я все время размышляю, составляю пропу или еще что-то. Я не слышу. В чужие разговоры не вмешаются. А что, когда я не слышу? Никакого ущерба нет. Я рассказывал про одного человека, с кем был знаком. Он в 6 лет ослеп. Когда его волной сбило, дядя Гоша, и главная фамилия, Людых, прожил. Больше, что кто бы знал, не знаю. Он уехал к отцу Геннадия в пасту, а этот человек там, все у него есть. Магистр Баград. Я, говорит, не мог найти границы, что он знает. Вот примеры иногда Бог дает. Он переплетчиком работал, печи клал, совершенно глаз нету. Просто закрыто и все. Как это он делает? Все на ощупь. Он первый раз услышал пленку, кто-то привез, где я беседую с отцом Дмитрием Дудковым. Это самый популярный священник был. Не Александр Мень. Нет, в то время отец Дмитрий Дудков. И он послушал, говорит, а это кто? Священник, а это? А это Меридин. Нет, а кто он такой? Он первый раз услышал слабо мне. И сразу собирайте меня. Я поехал в Барнавул. И которая там ухаживала, она его привезла сюда. Мы насладились по Слову Божию. Я говорю, вожгите себе эту жажду, слышать Слово Божие. И он еще приезжал раза два, а потом один стал приезжать. И я поехал к нему. Какое место Писания не возьмешь, я знаю жития святых. Но в какой день они, я не знаю, он знает жития святых. Как будто перед ним книга открытая. Он на кризисе стоит, не видит все. И все говорит, что считать дальше и где. Почему? Я стал расспрашивать. Любит Бога раз. А второе, говорит, где бы ни было какое-то диспуты собирали, безбожники, я всегда там буду. Я все время учусь и учусь. Давайте вот услышали о каких людях. Георгий звать его, он умер. Царство ему небесное. Возьмем это для себя. Будем подражать. Итак. Исайя. А слово молчать встречается только 90 раз. Разница большая все-таки. Не заметь, как нужно отвечать. Да будет мне по слову твоему. Кто это сказал так? Мария. Преблагословенная. Присно Дева Мария. И она слово твоему с маленькой буквы. Почему? Потому что ангел пришел. А Захарий не погорел, и что? Зачем тебе язык? Будешь молчать. Пока не увидишь, что все исполнилось. И поэтому молчание сегодня, это какой-то грех запечатал устал. А вывод из Священного Писания. Так, пожалуйста, брат, откройте. Исайя, 56, 10, 11. Дальше. Исайя, 56, 10, 11 глава. Стражи их слепы все и невежды. Все они немые псы, не могущие лаять. Бредящие лежа, любящие спать. И это псы, жадные душою, не знающие сытости. И это пастыри бессмысленные. Все смотрят на свою дорогу. Каждый до последнего на свою корысть. Здесь и папа, и патриарх, и митрополит, и все включенные. Попробуй скажи сегодня. Шквал, поношение будет тебя. Может, покушение устроить, чтоб ты только замолчал. Пророка было так. Его распилили пилой, деревянной, чтоб дольше его растерзать надо было. И он это сказал. Псы, бредящие лежа, не могущие лаять, не охраняют Господа. Опсы разбрелись по всем холмам. Вот эти слова достигли нас. А Господь говорит это слово. Они изрекли Духом Святым. А они его напечатали или сохранили, где-то написали. А теперь переводчики с еврейского языка дали нам знать. Итак, это касается всех пастырей сегодня особенно. И далее, Иезекииле 3,17. Сын человеческий, я поставил тебя стражем дому Израилеву, и ты будешь слушать слова из уст моих, и будешь вразумлять их от меня. Иеремия, когда был молод, Господь посылает, он говорит, я молод, я не знаю, Господь, иди, чтобы я не погубил тебя. Если Бог посылает, а Он посылает нас сейчас, не умолкайте. Говорите. Даже незнакомый человек встретится, по телефону как-то. Сразу начинайте говорить пару слов, и дальше говори. А вы знаете, что Христос умер за нас? А вы знаете? И дальше выводите его на наши ресурсы. Там море информации. И дальше 27 стих. Это Иезекииле 3,27. А когда я буду говорить с тобою, тогда открою уста твои, и ты будешь говорить им. Так говорит Господь. Кто хочет слушать, слушай. А кто не хочет, слушай. Не слушай. Ибо они мятежный дом. Причина какая мятежная. То есть все против и против. Это такой же человек был. Так же хотел жить нормально, семья. И не имеет значения никакого. Встань и иди. Я не могу говорить. Видите, один человек говорит, заикается, косноязычный. Ну, у тебя брат есть, Аарон. Он будет говорить. Я тебе буду полагать, а ты ему там говори. А он будет говорить, Параон, а остальным. Вот как Бог делает. Ты не знаешь, другой рядом. Ты помогай ему. Распространяй это слово Божие. Мы помогать хотим Иезекиилю. А он волю Божию исполнил. И 13, 18, 16. Здесь же дальше. 13, 16. Пророков Израилевых, которые пророчествовали Иерусалиму и возвещали ему видение мира, тогда как нет мира, говорит Бог. Вот сегодня выступает, и вот такая-то победа будет, там то другое. Ну, говорят это. Нас это не касается. Хоть сто побед будет, а если ты душу не спасешь и весь мир приобретешь. Какая тебе польза от этого? И выступает не кто-то, выступает священнослужители. Мне вчера тревожное известие такое пришло. Мать нашего дорогого брата Никиты звонит. Он пошел заранее, в военкомат отнес, что оружие брать не будет. Закон разрешает, все составлен документ. И вот там где-то на кухне. Сейчас священника туда призвали, и его пытаются, чтобы избить. Она говорит, что же делать-то? Ну, я что мог, все материалы скинул. Просто надо помолиться, чтобы он устоял. Иначе это смерть будет. Чтоб взял оружие и шел. Уже взяли, уже служит не один месяц. Вот что делает? Ты кто? Попы. Попы это священник означает. И он там его убеждает, что Александр Нецкий. Ну, он свое получил, я свое. Ты отвечай просто. Или молчи. Они тебя послать не могут. Потому что тебя уже приняла власть. Согласно их законам, ты имеешь право прийти, но не брать оружие, не подносить снаряды, не быть корректировщиком огня. Там написали все как надо. Его звать Никита. Я прошу, помяните его молитвы. Мать его Ирина, вчера, я вижу, что она со слезами просит. Мы поговорили маленько, она утихла. Я говорю, вот это что, по телефону или как-то, скажи ему. Вот эти места писания пусть приведет. Его обманывают. Ему надо воевать. Пусть он идет, мы его не трогаем. Который пришел-то, батюшка-то. Зачем же ему нужно-то, когда эта власть мирская? Нельзя этого делать. Он юноша, но уже путь свой избрал. Слово «сказать его» переводится как «Виктор, победитель». Да будет он победителем. В этом важном деле. И 33.6. Из Икиили. Если же страж видел идущий меч и не затрубил в трубу, и народ не был предостережен, то когда придет меч и отнимет у кого из них жизнь, сей схватен будет за грех свой, но кровь его взыщу от руки стража. Мы стражи. Нам Бог так много открыл. Мы говорим о Христе, о слове Его. Если бы Христос не был распят и не взошел на небо, Вознесение будет, Дух Святой не сошел бы. Он говорит, я иду и умолю Отца Моего. И пошлет Духа. И он говорит, для вас лучше, если я уйду. Мы должны приготовиться к Вознесению. Люди вообще Вознесение не знают как. Это Христос, наш начаток. Начало тела было, а потом душу оживить телом. Этот начаток с пронзенными руками, ногами и боком вознес к Отцу Небесному. Зато вот так делаешь, чтобы нам понятно было. И говорит, Отец Небесный, я же умер за них. Дай им дар от такого Духа Святого, чтобы они знали, где грех, боялись. Не просто на исповедь пойти, а верующий, рожденный от Бога, не грешит. Это евангелист Иоанн, ученик любви. И дальше пишет, рожденный от Бога не может грешить. Настолько противно, тебя не надо уговаривать. Ну, мать это понимает, говорит, настоящее, если духовное рождение, он же стоит вроде. Да благословит Господь и мать, и отца, и детей, потому что там еще моложе есть. Мы говорим сейчас о том, чтобы быть невиновным перед Богом. Если Господь благословит на завтрашний день, помолитесь об этом. У меня материал огромный, просто то, что у нас висит в коридоре, разъяснить. И чтобы мы, как на бальзамированные, пошли отсюда. Чтобы истина Господня через нас воссияла не к одному человеку. Вот мы готовим сейчас к выходу 4 тома проповедей в стихах. Это примерно 3000 проповедей наших в виде стихотворения будет. Ну, что-то не хватает, Господь усмотрит. Просто воззовите Богу, Господи, мы просили трехтомник, и он издал Господь. Помог нам издалека. И все получают и получают люди. Благодарности края нету. И вы молились, и благодарность вам и от нас, и от тех, кто получили. Нам бы никогда не издать это. Чтобы такой тираж, это невозможно. И вот сейчас, когда готовим, ну, везде бумага дорогая, все дорогое, но душа наша дороже. Где-то что-то мы никому не должны. Главное, мы взаймы нигде не взяли ни рубля. И сейчас мы вдруг видим, что почти-почти хватает. Так что, воззовете к Богу, я думаю, у нас будет как раз. И тогда заговорим мы. Заговорим не просто так. Так, четыре тома сразу выходит. Каждый том 870 страниц. Представьте, 196 страниц цветных фотографий. Такого вообще никогда не было. Такого названия не было. Проповеди в стихах, в тихотлорной форме. Это Бог делает. Это в основном 9 лет, которые вошли туда. Кто с этим общается, люди отовсюду сообщают, как благотворно это действует. Себе я ничего не могу сказать. Представьте, это благодать Божия. Благодать и милость Божия. И поэтому, вот вы ходите сейчас на улицу. Вы не забывайте, вот здесь вот дорога идет. А за ней была железная дорога. Она не работающая. Посмотрите, что за решеткой делается. Прямо у нас рядом. Высотные дома. Все подготавливали. Техника работает. Деревья убрали. Работают очень быстро. Те, которые там 22 этажа, это большие здания-то были. И они вплотную подошли к нам. Пока ничего неизвестно. Но в них, в их руках все. Ну, все, что это означает. Они там строят. Там речной вокзал. Помещение. Дома все убрали. И они сейчас там какие-то громадины начинают возводить. И все так умно делают. И видно, что трудятся здорово. Мы помолимся Богу, чтобы Он нас здесь сохранил. Не тронули они нас. Но они, как бы, угрозы никакой еще нет. Но совсем рядом. Но дальше они не идут. Вот только за нас переходят метров, ну, может, 20-30. Все дальше не идет. Дальше им просто не пройти туда. Она делается там шире. Вода рядом. И как они делают? Чтобы земля не растрескалась, иначе будет. Сначала сверху, потом арматуру вставляют, потом заливают. Я никогда этого не видел. Все делать по уму. И все как надо. Милостью Божией мы еще пока здесь находимся. У нас есть возможность в теплом помещении находиться. Тут немного прорвало. В прошлый раз все это мокрое было. Брат Михаил все это просушивал здесь. И мы за это прославим Бога. Я открою вам небольшую тайну про себя. Меня Бог научил на молитве все проверять. Он научил. Я от Бога это получил. И вот у меня нет молитвы за некоторых людей. И нет ее, и все. Вот есть такой отец Арсений, и там это написано. Вот я за Осипова, ну никак, за Дворкина. Я поминаю его, и тут же сразу, как будто его нет на свете. А за Безбожника, Невзорова, у меня молитва идет. Мало того, когда мы проходим уже, к мосту выходим каждый день туда. Это мне необходимо, для моих колен. И там, не из тента, как назвать, даже не знаю, вот так вот наклона, как вот так вот. И написано, такой-то Баварин Владимир Николаевич, тогда-то там-то был мэром города. А дальше такая, как расколотый сосуд, и все это написано. До того легко идет молитва за него. Я узнал, он верующий был. И вот когда в интернете смотришь, такой-то, такой-то родился, вырос, ну все написано. А у него написано вероисповедание православное. Я ни у кого не встречал нигде. Ну, допустим, передо мной прошло, ну, я могу сказать, 30 тысяч человек, и нигде не написано вероисповедание. А вот был фарторгомоторного завода. Ну, до того за него легко идет молитва. Я каждый раз, когда прохожу туда, три поклона, и обратно три поклона. Сестра меня даже сняла. Если ваше сердце будет открыто к этому, вы поняли, чего я хочу. Потому что, если бы не он, мы здесь четыре фотографии с ним, у нас бы этого не было. Он входил в десятку лучших мэров России. Что Бог сделал? Как он приехал сюда, вот когда здание передавал-то? И он говорит, ну, говорит, что я, говорит, вы в моем городе, говорит, находились, и я не знал. У него советник был, общинник Владимира Петровича, из тех, которые в Афганистане были. Он приходил, у нас здесь был, а он сам приезжал, когда начали алтарь делать. О нем только добрые воспоминания. Если я достучался до вас, помогите, чтобы моя молитва дошла до Господа, чтобы Бог простил, что не так, и принял в обители вечные. Богу нашему слава, во веки веков. Аминь. Богу нашему славу.